На российском государственном телевидении откровенно порадовались тому, что Россия уничтожает предприятия Донбасса. Бывший народный депутат Украины Игорь Марков, который перешел на сторону России и теперь поддерживает российскую агрессию против своей страны, заявил, что то, что российская армия разрушает на Донбассе заводы и фабрики, это даже хорошо, потому что все равно они все устаревшие. А так вместо них можно будет построить какие-нибудь другие новые предприятия когда-нибудь потом. Резидент сказал о том огромном потенциале Донбасса. А у нас что происходило с момента независимости Украины? Весь практически промышленный потенциал Донбасса оказался в руках одного олигарха, который просто его нещадно эксплуатировал. Который просто не без реконструкции предприятия, без ничего, он просто достал советское наследие. Как вы уже догадались, это он говорит про Рената Ахметова, самого богатого украинского олигарха, который в прошлом финансировал партию регионов и даже некоторое время был депутатом от этой партии. Только есть одна маленькая деталь. Сам Игорь Марков в Верховной Раде был депутатом как раз от этой же самой партии регионов. И на тот момент, как вы понимаете, его совершенно не смущало, что эту партию финансирует Ренат Ахметов и что Ренат Ахметов нещадно эксплуатирует предприятия Донбасса. Пока Марков был во фракции партии регионов, как вы понимаете, он эти вопросы не поднимал и просто пилил вместе с регионалами бабло. Но затем в какой-то момент он поссорился с Донецкими, не поделил с ними потоки и тогда внезапно прозрел и увидел, что Ренат Ахметов оказывается страшно эксплуатирует предприятия Донбасса и не занимается их реконструкцией. К слову, справедливости ради, надо сказать, что Ахметов все-таки какие-то минимальные реконструкции проводил. Например, на том же Янакевском металлургическом заводе в 2011 году была запущена новая доменная печь. Может быть, это и не так много, но после 2014 года, когда Донбасс захватили россияне и они передали захваченное предприятие Донбасса олигарху Курченко, никаких реконструкций там, естественно, не проводилось от слова вообще. И все время, с 2014 года, предприятия Донбасса исключительно деградировали и только закрывались. И сегодня, знаете, не было бы лихо, то есть как это, да, не было бы счастье, да несчастье помогло. И сейчас, я так понимаю, что многие предприятия, они и так требовали, так сказать, модернизации. Они сейчас многие разрушат, будут восстановлены с новыми технологиями. И мне кажется, что промышленность, промышленный потенциал Донбасса задышит новой жизнью. Да, говорит, чего их жалеть, эти предприятия Донбасса? Все равно они требовали модернизации. Это даже хорошо, что их разрушили. Марков рассказывает, что Россия якобы когда-то построит на месте разрушенных предприятий новые, более современные, но всем нормальным людям понятно, что это очевидная ложь. Ведь российские власти даже не скрывают, что не собираются восстанавливать индустриальные гиганты Донбасса. К примеру, было уже официально заявлено представителями российского правительства, что тот же комбинат «Азовсталь», где до войны работали десятки тысяч мариупольцев, никто восстанавливать не будет. Это невозможно, это не имеет смысла. И как мы видим, действительно Россия захватила Мариуполь еще два года назад, но никакие работы по восстановлению предприятий «Азовстали» не начались. То есть этот завод даже там руины не разобрали, он так и стоит брошенный, и фактически просто превратился в свалку ржавых обломков. И такая ситуация далеко не только в одном Мариуполе, ни в одном захваченном украинском городе. С 2022 года Россия не то, что не начала строительство каких-то новых предприятий, но даже старые не стали восстанавливать. Да и мы все понимаем, что речь о восстановлении в большинстве случаев не идет. Там, по сути, они не подлежат восстановлению. Их нужно фактически строить заново, а это на данный момент невозможно по ряду причин. То есть, во-первых, это очень долго. То есть, если за два года ничего даже не начали делать, то когда, да, гипотетически вообще это может быть сделано, понятно, что очень не скоро. Во-вторых, это дорого. То есть, на это нужны огромные деньги. Эти гиганты индустрии, они действительно стоят миллиарды долларов. Кто их будет выделять, как, когда, непонятно, да. В-третьих, самое, наверное, главное, это технически на данный момент невозможно из-за санкций, потому что у России нет своих технологий, своего оборудования для строительства таких предприятий, а покупать западное современное оборудование Россия из-за санкций не может. Ну и достаточно, наверное, обладать даже какими-то поверхностными знаниями в экономике, чтобы понимать, что, ну а как вообще технически, как возможно провести это строительство. Все эти предприятия, гиганты, да, та же Азовсталь, Авдеевский коксохимзавод или завод Азот в Северодонецке, химзавод, да, они строились при советской власти. Это социалистические стройки. Это тогда государство строило такие гигантские предприятия. Сейчас государство предприятия-гиганты уже не строит. Ни в Европе, ни в Украине, ни в России это просто не происходит. Предприятия строятся за деньги частных инвесторов, за деньги тех же олигархов. Но покажите мне российского олигарха, который за свои собственные миллиарды начнет что-то строить на оккупированных территориях, да, где непонятно вообще, какое их будущее, где сразу можно попасть под санкции. То есть даже если представить, что у олигарха есть лишние какие-то миллиарды, он их готовит потратить на какое-то строительство масштабно, он точно не будет строить где-то в Мариуполе или в Авдеевке. Он построит в России, в Китае, в Дубае. Ну то есть понятно, да, где угодно, но только, конечно, не в каком-то полуразрушенном городе, где и людей нет, то есть рабочей силы-то нет. Поэтому, конечно, очевидно, что все эти коллаборанты, которые рассказывают сказки про строительство новых заводов, они просто врут и глумятся над своей аудиторией. Они откровенно издеваются сами, они, конечно, прекрасно понимают, что невозможно восстановление строительства этих новых предприятий, России ничего там восстанавливать и строить не будет, однозначно этого не произойдет. То есть они просто лгут своим зрителям, да, они откровенно над людьми просто насмехаются, им наплевать вообще, они не сочувствуют ни Донбассу, ни его жителям, им наплевать на горе этих людей, да, они подают то, что с ними произошло, как какие-то пустяки, даже как позитив. То есть уничтожение целых городов, целых предприятий, они пытаются подать как позитив. Типа, да даже хорошо, что разрушили, построятся какие-то новые, еще лучше, да. То есть они фактически таким образом отмазывают Россию, руководство России от страшных военных преступлений, которые они совершили на Донбассе. То есть мы видим роль этих коллаборантов. Но, конечно же, сколько бы они ни врали, сколько бы они ни пытались отмазывать, отмазать в реальности, конечно, невозможно. Невозможно сделать вид, что этих военных преступлений не было. И мы, конечно, будем о них говорить дальше. Идет за чисто оппозиционеров и ополченцев первой волны. Грустно и стыдно, очень гадко и неприятно, что вот такие чудовищные вещи происходят в России. Недавно в своих предыдущих видео я уже рассказывал о том, как российские военные похитили и убили в Донецке американского добровольца, коммуниста Рассела Бентли, который еще в 2014 году приехал на Донбасс, чтобы воевать за русский мир против Украины. История вышла очень резонансная. Не буду в очередной раз пересказывать все подробности. Если кто не в курсе, можно пройти по ссылке и посмотреть мои предыдущие видео, где я рассказывал об этом достаточно детально. Поначалу говорили о том, что российские военные скорее всего приняли Рассела Бентли за американского шпиона. И именно поэтому и расправились с ним. Но теперь появилась и другая версия случившегося. Рассела Бентли